Дорожная патрульная служба Дорожная патрульная служба Сегодня помощник начальника УВД, начальника отдела по работе с личным составом Александр Рощак Здравствуйте, Александр Константинович Здравствуйте Итак, исторически сложилось так, что в сочинской полиции службы проходят наиболее опытные и профессиональные сотрудники Учитывая масштаб проведения наших международных мероприятий в городе Сочи Правоохранители выполняют очень важную роль, обеспечивают безопасность на курорте И как результат их работы, все мероприятия мирового значения у нас прошли без единого ЧП В связи с этим, скажите, какие требования сегодня к кандидатам на службу в полиции? Здравствуйте, я хотел бы отметить то, что в преддверии Олимпийских игр Костяк был сформирован сочинской полиции Далее, после того, как была успешно проведена Олимпиада Сочинская полиция уже в преддверии Чемпионата мира по футболу Комплектовалась одними из лучших сотрудников, которые обращались к нам по поводу перевода из других субъектов Российской Федерации Ведь многие были здесь на Олимпиаде, увидели, как необходимо нести службу Но в большинстве своем они влюбились в этот город прекрасный Поэтому много людей, которые обеспечивали правопорядок на Олимпиаде, они обратились к нам с переводом И самых лучших, достойных мы рассмотрели и оставили на службе в сочинской полиции Сотрудники, которые в действительности обеспечили правопорядок на Олимпиаде Они обеспечили и Кубок Конфедерации в прошлом году И в этом году успешно прошел Чемпионат мира по футболу Ну и, соответственно, мы проводим все мероприятия международного значения, которые проходят на сочинской земле Но то, что из других регионов вы принимаете сотрудников, это мы уже поняли И скажите, есть ли сегодня вакантные места в сочинской полиции? Да, вакантные места, как и везде в жизни у нас что-то появляется, что-то исчезает Также и личный состав, он кто-то уходит на заслуженный отдых Кто-то переводится для дальнейшего прохождения службы на повышение В другие регионы, субъекты Российской Федерации У кого-то сложились такие отношения, что необходимо вернуться домой, где он ранее проходил службу И, естественно, люди убывают Есть у нас проблема небольшая, но проблема есть с пополнением дорожно-патрульной службы Хотел бы подчеркнуть, что сейчас мы производим набор Ранее мы такого набора не делали Сейчас в дорожно-патрульную службу мы производим набор Патрульно-постовую службу Есть определенные должности в службе участковых уполномоченных и в уголовном розыске То, что работа полицейских далеко не из простых, я думаю, это понятно всем И порой им даже приходится рисковать жизнью Немало примеров есть и таких И какие сегодня существуют социальные гарантии для сотрудников органов внутренних дел? Ну, как каждый государственный служащий, мы обеспечены социальными гарантиями С федеральным законом и ведомственными нашими нормативно-правовыми актами Ну, во-первых, у сотрудника стабильная заработная плата, это раз Сотрудник имеет надбавки Надбавки у нас происходят Чем больше проходишь службу, тем больше ты получаешь денежное содержание То есть, выслуга лет Проблема та, которая где-то существует сейчас в гражданской жизни Ну, сотрудника 20 лет выход отслужить, можно выйти на заслуженный отдых Вы можете представить, молодой человек, который в 18 лет пошел в армию Отслужил год и прибыл к нам Где-то в 19 лет поступает на службу И в 39 лет он уже имеет право завершить службу Если он пожелает того В данном случае он получает уже пенсию Также у нас, ну, я считаю, одна из таких льгот 10 лет, когда сотрудник отслужил, он имеет право получения социальной выплаты на приобретение жилья Не только он, но и на состав всей его семьи Ну, если брать так, в среднем, на одного человека, если он сам, к сожалению 33 квадратных метра выделяется На двух членов семьи, муж и жена, выделяется 42 квадратных метра Ну, если семья уже, соответственно, разрастается То 18 квадратных метров на каждого члена семьи Это гарантировано у нас Также сотрудники имеют право воспользоваться нашими лечебными учреждениями бесплатно И санаторно-курортное лечение Путевки выдаются во все регионы нашей страны Начиная и Кавказской минеральной воды, Урал, Подмосковье, Карелия, Санкт-Петербург То есть в различные точки Российской Федерации То есть служебное жилье предоставляется? Служебное жилье, да Вы знаете, наверное, как ни в одном регионе страны Я это могу говорить, потому что я служил не только в городе Сочи И проходил раннюю службу на Северном Кавказе Там же личный фонд отсутствовал служебный В Сочи сейчас очень большой служебный фонд Сотрудники, которые сдали документы на приобретение жилья Они также имеют, то есть не приобретение жилья, а социальные выплаты Они также имеют право получить и служебное жилье На себя и на членов семьи То есть у нас большой фонд Также оплачивается под наем жилья Министром внутренних дел определена Ну если так брать ее сумма 11 тысяч рублей на одного Если уже двое членов семьи, то 16,5 тысяч рублей Если трое, то 19,5 тысяч рублей Ну и так оно по возрастающей идет обеспечение оплаты за под наем жилья Понятно И еще Александр Константинович, если не секрет Какая сегодня зарплата у полицейского? Зарплата, если многие коммерсанты могут сказать, что небольшая То я бы сказал бы небольшая, но стабильная Стабильная рядовой сотрудник патрульно-постовой службы Он обеспечивается 22 тысячи рублей на первоначальном этапе его службы Ну и как я ранее сказал В зависимости от выслуги лет У сотрудника возрастает его денежное содержание Но сотрудник имеет право поступить в высшее учебное заведение Системы МВД России И получить образование в нашей системе Также, которые имеют базу образования, придя уже на службу к нам Высшее образование, имеют право стать на офицерской должности Там начинается заработная плата от 32 тысяч рублей И в зависимости уже до выслуги лет Ну так в среднем где-то оперуполномоченный, который отслужил до 10 лет Получает 38-40 тысяч рублей У нас ежегодно в конце года выделяются премии для сотрудников Понятно, спасибо большое Еще Сочи стал одним из первых городов в стране Где создали туристическую полицию Расскажите нам, пожалуйста, какие задачи стоят перед этим подразделением Ну вы знаете, в этом году сочинская полиция В штате у нас 32 человека Туристическая полиция По образу Москвы и Санкт-Петербурга Были созданы наши полицейские Ну основная задача, понятно, что туристическая Для прибытия и общения с туристами Преимущественно иностранцами Выбор был комплектование данного подразделения Сотрудниками, которые имеют базовую основу владения иностранными языками Также сотрудники прошли курсы в нашем сочинском госуниверситете Получили сертификат И в Краснодарском университете МВД России Это все мы успели сделать до начала чемпионата мира по футболу Несут они службу В основном это по местам, где в основном у нас сосредоточены туристы Ну это Эмеретинская низменность, это Красная поляна И наша набережная центрального района города Сочи То есть подразделение работает на постоянной основе? На постоянной основе работает И министром внутренних дел определено, что это подразделения У нас бы как бы это пробные вот в наших городах И далее будет смотреть, возможно, те города Российской Федерации, где тоже имеются курортные регионы Там будут тоже создаваться данные подразделения То есть мы как бы пробники являемся Пилотный проект Мы успешно работаем Эти все подразделения только офицерской должности Туристическая полиция как-то отличается от своих обычных коллег, так скажем? Ну только форменная одежда То есть можно понять, что к ним можно подойти и задать вопрос на английском Да, у них нашибка имеется в туристической полиции У них форменная одежда, черная форма Берет у них, как у девушек, так и у мужчин полицейских И написано в нашем роне, что туристическая полиция на русском и английском языке Интересно, хорошо Ко всему прочему, служба в полиции накладывает на полицейского И определенную психологическую нагрузку, так скажем На службе приходится общаться далеко с недобропорядочными гражданами Вот и в этом направлении проводится какая-то работа с личным составом? В штате подразделения, которым я руковожу, имеются сотрудники-психологи Также в штате подразделений строевых, это полк дорожно-патрульной службы, батальоны патрульного ППС Там также имеются психологи На базе управления, в отделах полиции имеются комнаты психологической регуляции Они оснащены всеми необходимыми системами, которые необходимы для работы психологом И они посещаются сотрудниками, которые оказывают помощь сотруднику для того, чтобы он разгрузился Будем так говорить, стал морально уже готовым для выполнения следующих своих задач А существует ли у вас институт наставничества? Возможно, ветераны помогают вам в воспитании молодых сотрудников? Наверное, как и на любом производстве, наставничество, оно везде присутствует У нас особенно присутствует наши ветераны Возглавляет нашу ветеранскую организацию генерал-майор Шимик Геннадий Осипович Он проходил службу и в подразделениях, тогда еще в милиции С милиции он был направлен в подразделение наркоконтроля Возглавлял службу всю в городе Сочи Ушел на заслуженный отдых И сейчас он активно в работе с нашими ветеранами по воспитанию, патриотическому воспитанию молодежи Как они называют, молодежи это все мы, которые не на пенсии И проводят занятия, встречи, на совещаниях Активно ветераны наши участвуют в жизни сотрудников И наставляют на, как говорится, тот путь, который они прошли И они его достойно прошли, можно сказать, по результатам их наград И должностей, которые они занимают Также в каждом подразделении при назначении на должность Определяется уже в приказе сотрудник, который не менее трех лет проходит службу Наставником для молодого сотрудника И он наравне отвечает с молодым сотрудником за его служебную карьеру Александр Константинович, еще мы знаем, что священнослужители являются частыми гостями УВД Вот в связи с чем? Что это за программа такая? Ну, я хотел бы отметить, что начальник управления Вновь назначенный, Огурцов Сергей Иванович И руководители УВД, сотрудники Ну, стремятся к тому, чтобы среди сотрудников тоже был порядок В том числе и духовный порядок Приглашаем мы священнослужителей И в будущем планируем тесное взаимодействие с различными конфессиями Это как и мусульмане, христиане, православные Приглашением священнослужителей для патриотического воспитания, духовного воспитания наших сотрудников Ну, не секрет в том, что везде бывают нарушения Нарушения бывают разные Ну, вот, с помощью, надеемся, и данной категории наших помощников, священнослужителей Что среди сотрудников станет меньше нарушителей Очень интересный проект, удачи Удачи вам в этом направлении Что касается потенциальных полицейских ребят Вот, которые хотят служить в органах внутренних дел Вот, что вы им можете посоветовать Где они могут получить такое образование Я хотел бы обратиться сейчас в первую очередь к родителям Тех наших учеников, которые пошли сейчас в 11 класс И к ученикам, естественно, перед которым сейчас стоит выбор А куда пойти работать, куда пойти учиться То есть, через год, а год пролетит очень быстро В них эта проблема станет Я бы хотел посоветовать, что у нас есть на базе МВД Российской Федерации Ведомственные вузы Это Краснодарский университет, который обеспечивает юг России Это Ростовский институт МВД России Волгоградская академия следственная Но это базовые по югу России школы В первую очередь поступая туда Чтобы родители знали, что необходимы результаты единого экзамена Ну, в большинстве профильные профессии требуют общество знания и русский язык Те направления, которые экономической безопасности Там математика и русский язык Значит, для мальчиков они освобождаются от службы в вооруженных силах Российской Федерации В связи с тем, что они тоже подпадают сразу же с первого дня под погоны Находятся в строю Они уже будут являться защитниками своей Родины Если их неодноклассники через год пойдут только служить То они уже при поступлении будут считаться защитниками Зарплата у них имеется, не стипендия А уже их денежное содержание будет при поступлении Я могу сказать, что это немало 12-13 тысяч рублей И обеспечение жильем на территории учебных заведений Ну, по окончании им присваивается звание лейтенант И получение профессии И обеспечиваются они гарантированно 100% Все местами для прохождения службы в подразделениях МВД Российской Федерации То есть никто из них без работы не останется Поэтому хотел бы обратиться и к родителям, и к нашим ученикам Пусть они подумают И уже в преддверии, буквально сейчас можно, до Нового года Ну, не позже новогодних праздников Обращаться по территориям от Лазаревки до Красной Поляны Это в районные отделы внутренних дел И, пожалуйста, на улицу Советскую, 4, то же самое Спасибо огромное за очень важную информацию И в целом за участие в нашей программе Спасибо вам Всего вам доброго Всего доброго До свидания Напомню гостям нашей программы Сегодня был помощник начальника УВД по городу Сочи Начальник отдела по работе с личным составом Александр Рощак На сегодня это все Будьте в курсе всех событий города Сочи И до встречи в эфире Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин